Банальная сосиска в булочке, которую кто-то из вас, возможно, сейчас держит в руке, если разобраться, вполне могла бы претендовать на звание национального символа Америки. Дело даже не в том, что каждый американец в среднем съедает порядка 60 хот-догов в год, а сосисочный рынок в стране тянет почти на 2 миллиарда долларов. В Америке ведь все практически, как вы знаете, делается на бегу, по-быстрому, с хот-догом в одной руке и смартфоном в другой. Более того, поедание хот-дога регламентировано специальным документом под названием «Каждодневное руководство по употреблению священного пищевого продукта Америки», где черным по белому прописаны правила, которых добропорядочный американец должен придерживаться, захомячивая сосиску в булочке. Ну, с удовольствием поделюсь с вами этими правилами, но сначала давайте разберемся, как эта сосиска стала собакой. Немцы считают колбаску в булке собственным национальным достоянием. В 1987 году в Германии пышно справили 500-летие этого блюда, а в собак оно превратилось во второй половине 19 века, когда в мясных лавках Франкфурта появились очень длинные колбаски, которые жители города прозвали «дэксхонда» – таксами. Уж очень они им напоминали этих собак породы такса. Однако дальше развивать собачью тему немцы почему-то не стали. Сегодня во Франкфурте колбаски в булочке называются «Виннер», а хот-догами они стали именно в Америке. Относительно того, как это случилось, есть две версии. По одной, какой-то немец, приехавший в Штаты на ПМЖ, стал продавать в Нью-Йорке длинные колбаски под тем самым названием, к которому привык у себя на родине. «Дэксхонда» – колбаски, напоминавшие таксу, жители Нью-Йорка полюбили, но выговаривать трудное немецкое «Дэксхонда» им было лень. Поэтому, покупая закуси у немецкого эмигранта, они говорили «Дай-ка мне пару твоих горячих собак, приятель». Словечко стало настолько модным, что в конце концов угодило на странице газеты «Нью-Йорк Хэролд», а оттуда уже прямиком в американский словарь. Но другая версия, мне кажется, не менее убедительна. Языковед и историк кулинарии Берри Попик считает, что понятие «хот-дога» зародилось в студенческой среде Ельского университета еще в конце XIX века. Тогда фургончики продавцов сосисок студенты называли «собачьими фургонами», потому что привлеченные чудесным запахом сосисок, вокруг этих фургонов собирались все окрестные собаки. Попик даже отыскал студенческий журнал 1895 года, где упомянутые сосиски называют «горячими собаками», не иначе. Ну а что касается рецептуры, классика считается сосиска с кислой капустой, приправленная горчицей. Хот-дог с кетчупом, оказывается, детский вариант. Где-нибудь в Монтане, если вам больше 18, вас за такую приправу на сосиски просто поднимут насмех. Из необычных вариантов хот-дога я бы рекомендовал обратить внимание на тот, который мне довелось как-то попробовать в Пенсильвании на фестивале сосисок. Чтобы удивить себя и гостей, помимо булочек и сосисок, вам придется запастись беконом и каким-нибудь твердым сыром типа Монтерейджек. Потребуется также разбегченное сливочное масло, горчица, сладкий репчатый лук и перец чили. Сыр нужно порезать тонкими полосками. В сосисках сделать глубокие продольные надрезы, и вот в каждый этот надрез вставить ломтик сыра, после чего каждую сосиску обернуть полоской бекона и закрепить зубочистками. Горчицу и сливочное масло нужно смешать в небольшой миске и смазать этой смесью срезы булочек. Теперь осталось разогреть гриль до средней температуры, выложить нашпигованные сыром и обернутые беконом сосиски на решетку и жарить их под закрытой крышкой 3-4 минуты, пока бекон не станет по-настоящему хрустящим. Вот когда это произойдет, смазанные горчичным масляным соусом булочки нужно быстро разогреть, положив их на решетку, понятное дело, гриля срезом, где горчица и масло. Затем аккуратно вынимаем из сосисок зубочистки, подаем их в горячих булочках, посыпав резанными полукольцами репчатым луком и перцем чили. Да за уши не оттащишь от таких горячих сосисок, горячих собак. Попробуйте. Ну и завершая тему, вернусь к правилам поедания хот-догов. Всего этих правил 12, но я назову лишь несколько самых забавных, на мой взгляд. Итак, каждодневное руководство по употреблению священного пищевого продукта Америки гласит, что уважающий себя американец никогда не должен есть свой хот-дог, сидя за столом, только стоя, а еще лучше на ходу. Все приправы, сколько бы их ни было, нужно укладывать в четко определенном раз и навсегда порядке различные соусы типа горчицы, майонеза и кетчупа кладутся не на булочку, нет, а на сосиску. И идут обязательно первым слоем, а все остальное, сыруй или маринованный лук, квашеная капуста, тертый сыр, перец, чеснок и т.д. кладется сверху на соус. Ну, на мой взгляд, нелогично. Все это будет падать с вашего хот-дога при каждом укусе, но таковы правила. Дальше. Ни в коем случае не выпускайте вашу сосиску в булочке из рук, не кладите ее на тарелку, даже если обжигает пальцы, это в среде хот-догаедов считается верхом неприличия. Пальцы с остатками соусов, приправ и сыра следует сначала хорошенько облизать, а уже после этого можно и помыть, а можно и не мыть, ведь уже облизали. И последнее, самое главное правило. Хот-дог вы должны съесть не больше, чем за 5 укусов, а лучше за 3. Приятного вам аппетита, господа хот-догаеды, и с праздником, с национальным днем хот-дога. Меня зовут Андрей Ласкателев, эта страничка называется Андреева уха. И еще, наше правило. Никогда не откладывай на завтра то, что можно приготовить и съесть сегодня. Вот так.